Приветствую, дорогой зритель! Парижская Олимпиада продолжает преподносить сюрпризы, мягко говоря, ставя в тупик любителей спорта. Сначала весь мир наблюдал за скандальным поединком итальянской спортсменки с, назовем его так, своеобразным боксером из Алжира. Теперь подобные ситуации происходят и с участием других стран. И похоже, Международный Олимпийский комитет не собирается останавливать этот цирк с конями. Давайте разберемся, что же происходит. Не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Итак, на Олимпиаде в Париже состоялся бой женского турнира по боксу, где, скажем прямо, мужчина, выдающий себя за женщину, вышел на ринг против итальянской спортсменки. После сокрушительной серии ударов, не продержавшись и минуты, итальянка отказалась от продолжения боя, не пожав сопернику руку и разрыдавшись прямо в центре ринга. Возникает закономерный вопрос, как мужчин допустили до женских олимпийских соревнований, и почему никто не защищает спортсменок. Чтобы понять корень проблемы, нужно обратиться к истории. Дело в том, что бокс на Олимпиаде уже второй раз подряд проходит в весьма специфическом формате. Международная федерация бокса, возглавляемая Умаром Кремлевым, отстранена от проведения олимпийских соревнований. Соответственно, решения, принимаемые Кремлевым, МОК попросту игнорирует. Одним из таких решений стало отстранение двух, скажем так, спортсменок – Иман Хилиф из Алжира, и Лин Юйтин из Тайваня – из-за повышенного уровня тестостерона. Однако Томас Бах, видимо, решив устроить из Олимпиады шоу родцев, разрешил им участвовать в играх в Париже. Ну а теперь к вишенке на торте. Женский олимпийский турнир по боксу – 1-8 финала. На ринг выходит очаровательно итальянская спортсменка Анджела Карини, а напротив – существо по имени Иман Хилиф. Уже одно имя звучит как издевательство на женским спортом, но если присмотреться – в общем, картина маслом. Иман, как мы помним, раньше был мужчиной, и последний гендерный тест, скажем так, не убедил общественность в его принадлежности к прекрасному полу. Однако Международный олимпийский комитет, похоже, это не смутило. И Хилиф отправился радовать девушек весовой категории до 66 кг. Бой с Кариней, как мы знаем, закончился, едва начавшись, продлившись всего 46 секунд. Пропустив несколько ощутимых ударов, итальянка сдалась. Естественно, девушка не смогла сдержать слез. Понятно, что пожимать руку сопернику, который еще вчера был мужчиной, а она отказалась. И как это часто бывает – итальянку могут наказать за неспортивное поведение. А где же боксерская федерация, спросите вы? А ее предусмотрительно отодвинули. Вот и весь ответ. Олимпийские соревнования теперь проводят напрямую МОК, диктуя свои правила. Справедливости ради, Хилиф участвовала в Олимпиаде в Токио еще три года назад, но тогда у него был действительный гендерный тест. Еще пара таких скандалов, и на будущие игры в России, в Москву и Екатеринбург заглянут не только белорусы, сербы и китайцы. Уверены, что и та же Кариня с удовольствием бы приехала в Россию принять участие в красивой церемонии открытия, где наверняка будут учтены и традиции ее страны, и сразилась бы она там с достойными соперницами, чей пол не вызывает никаких сомнений. А в случае победы получила бы заслуженные призовые. И таких спортсменов, поверьте, будет немало. Ведь если здравомыслящий атлет посмотрит на этот балаган в Париже со стороны, он задумается, а оно мне надо. Каждый хочет быть уверен, что в соревнованиях, в которых он участвует, престижны и честны, а победа станет настоящим достижением. Поэтому вполне возможно, что игры дружбы на всех этих скандалах заиграют новыми красками. Конечно, нет гарантии, что организаторы просчитывали ситуацию так далеко. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Французские организаторы, сами того не желая, сделали щедрый подарок будущим соревнованиям в России. О Карине не стоит расстраиваться, от олимпийской медали сейчас одно название. А вот медаль «Игры дружбы» будет куда ценнее и престижней. Конечно, подобные ситуации на Олимпиаде возмутили без привлечения миллионы людей во всем мире. Были среди них и очень публичные личности. К примеру, Джина Карана, которая, как никто знает, что такое единоборство, уже писала в своей социальной сети Икс, бывший твиттер, запрещенный на территории Российской Федерации, чтобы высказать свое мнение. «Это просто душераздирающе», – пишет она. «Позор Олимпиаде, но на густо. Это несправедливо», – говорит Анжела, заливаясь слезами из-за того, ради чего она так упорно трудилась. «Ее мечта выступить на олимпийской сцене разбилась в дребезги, потому что это нечестное соревнование», – написала Джина. «Ты права, Анжела, но на густо. Я поддерживаю Анжелу Карине. Держи голову выше, Анжела», – завершила Джина. Джоан Роллинг и Илон Маск также раскритиковали Олимпиаду после победы Алжирки и Манхелив на женском аксерском поединке. На фоне всех этих гендерных споров, заявив, что это женоненавистническая спортивная организация. «Может ли какая-либо фотография лучше передать суть нашего нового движения за права мужчин», – написала Роллинг в Твиттере, поделившись фотографией платящей Карине и ее оппонента Хилив, пытающегося ее утешить после того, как матч был прерван. Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждающегося страданиями женщины, которую он только что ударил по голове, и чьи жизненные амбиции он только что разбил в дребезге», – написала Роллинг. И действительно, ведь алжирский боец и Манхелив был допущен к участию в Олимпийских играх 2024 года, даже после того, как в прошлом 2023 году его дисквалифицировали с чемпионата мира по боксу Международной боксерской ассоциации из-за провала тестов на гендерную принадлежность. «На основе ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обманом заставить своих коллег выдать себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что у них есть хромосомы XY. Такие спортсмены были отстранены от соревнований», – сказал тогда президент IBA, премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Сейчас также раскритиковала Международный олимпийский комитет за то, что он позволил такому случиться, заявив, что спортсмены с мужскими генетическими характеристиками не должны допускаться к женским соревнованиям. Не потому, что мы хотим кого-то дискриминировать, а для того, чтобы защитить права женщин-спортсменок соревноваться на равных условиях. Владелец социальной сети Икс, он же бывший Твиттер, Илон Маск, также поделился постом плавчихи Райли Гейнс, в котором утверждалось, что мужчинам не место в женском спорте. После чего владелец Твиттера подписал сообщение словами «абсолютно так». Ну а сам же Международный олимпийский комитет, конечно, остался при своем решении разрешить Хилиф, которая родилась мужчиной, участвовать и далее в соревнованиях по женскому боксу, заявив, что все, кто соревнуется в женской категории, соблюдают правила допуска к соревнованиям. В своих паспортах они женщины, и в них указано, что это так, поэтому они женщины. Но стоит также отметить, что Алжирка – не единственная боксерша на Олимпиаде, чей гендерный статус вызвал сомнения. Дисквалификация год назад была наложена и на представительницу Тайваня Лин Юй Тин, которая также, как и Эйман Хилиф, участвует на Олимпиаде в Париже. Вслед за Эйман Хилифом из Алжира она получила свою путевку в четвертьфинал. Перед самим боем в средствах массовой информации Узбекистана была популярна новость, что и боксерша Ситора Турдибекова, выступающая в весовой категории до 57 килограмм, сойдется на Олимпийском ринге с тайваньским трансгендером Лин Юй Тин. Однако это неверная формулировка. Правильнее боксершу будет называть интерсекс-человеком. Лин вроде как не меняла свой пол. По крайней мере это не доказано. Она, мол, родилась с отклонениями от гендерной нормы. Серия тестов показала, что у нее повышенный уровень тестостерона. История в целом такая же, как и у Алжирки Хилиф. В начале карьеры ее строение тела не особо волновало людей. В 2013 она выиграла чемпионат мира среди юниоров и пошла штамповать победы во взрослом спорте. Много раз побеждала на чемпионатах страны, брала медали, в том числе золотые, на чемпионате Азии. А в 2018 добралась до первой строчки чемпионата мира. Лин нужно было впервые выходить на парижский ринг на следующий день после скандального боя Алжирки Иман. Естественно, внимание за сутки стало к боксерше куда больше, чем было. Тайваньский телеканал даже смог задать ей несколько вопросов по горячей теме до первого боя на Олимпиаде. Но Юй Тин излучала уверенность. Она была сосредоточена только на том, чтобы лучше выступать на ринге. Думаю, мои оппоненты боятся моей силы, поэтому недоброжелатели просто ищут недостаток и раздувают из него большую проблему, сообщила она. Поединок 1-8 финала Олинь против Ситоры Турдибековой получился не таким стремительным, как скандальный накануне. В отличие от итальянки, которая пропустила пару ударов и сдалась на первой минуте. Турдибекова выдержала все три раунда. Конечно, у представительницы Узбекистана не было больших шансов. Лин Юй Тин является фаворитом турнира и имеет первый номер посева, тогда как у Ситоры его не было. Но страха в битве против человека с повышенным уровнем тестостерона Турдибекова вроде как не испытывала. В первом раунде она так и рьяно летела в борьбу, что в одном из эпизодов даже сорвала шлем соперницы. Узбекская боксерша много пропускала, но все же одного судью из Венгрии Ситора смогла убедить. Правда, только на один раунд. Во втором Лин уже полностью доминировала, хоть и позволяла сопернице изредка наносить хорошие удары. Исход был очевиден. Ринг Турдибекова покинула в слезах, но без скандала. А Юй Тин показывала скромные эмоции, но немного попозировала на камеру. Кстати, на момент записи этого ролика Иман Хильев уже одержал очередную победу над венгерской спортсменкой Анна Хамори и вышел в полуфинал. А в воскресенье, то есть когда этот ролик выйдет, состоится бой у Юй Тин. Что, конечно же, говорит о том, что спортсмены продолжают свое движение на Олимпийских играх. А Международный Олимпийский комитет, конечно же, вмешиваться в проведении турнира не собирается. И снимать боксер уж точно не планирует. Наоборот, организация вступила за атлеток, сделав виноватым в травле, вы не поверите, россиян. Об этом мы готовы даже сделать отдельный ролик. Ведь там много отдельной информации, и все не так просто, как кажется на первый взгляд. Если это вам действительно интересно, жмакните кнопку лайка под видео и напишите об этом комментарий. Тогда мы выпустим отдельный ролик про это. Вот одно из официальных заявлений комитета. Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Конечно, забавно слышать такое от тех, кто только и занимается тем, что ущемляет российских спортсменов в их правах, несмотря на схожую ситуацию у других стран. Как и в предыдущих Олимпийских боксерских соревнованиях, продолжает МОК, пол и возраст спортсменов определяется на основе их паспорта. Мы увидели в новостях, вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных Умаром Кремлевым, говорится в пресс-релизе Международного Олимпийского комитета. Сейчас в организации больше переживают за безопасность боксерш из Тайваня и Алжира, которые в эти дни стали получать много хейта и угроз. Тем временем Анжела Карини, которая после поединка заявляла о несправедливости, неожиданно поменяла свое мнение о сопернице. Ей даже пришлось оправдываться за свой эмоциональный срыв. «Я не специально не стала пожимать руку Хильев. Прошу прощения у нее и у всех. Я была разозлена, ведь моя Олимпийская мечта испарилась. Ничего не имею против Хильев. Более того, если однажды с ней встречусь снова, то я ее обниму», – неожиданно поменяла свое мнение Карини. Заставила ли кто-то итальянскую спортсменку изменить свое публичное мнение? Не будем утверждать, а просто оставим вопрос открытым. Но ощущение, будто атлеты, выступающие на Олимпиаде, боятся говорить на чистоту. Вот вам речь Карини сразу после поединка с Хильев. Да, она эмоциональная. И тем не менее, даже в ней Анжела будто переживала ляпнуть чего-то лишнего. «Я спрашивала себя, кто передо мной. Но это не мне решать. Мне также жаль ее. Вокруг нас медийный бум. Кто мы такие, чтобы судить? Говорит, что правильно, а что нет. Мы спортсмены, мы не судьи. Для меня это не поражение. Я не проиграла, я просто осознанно сдалась. Я ухожу с гордо поднятой головой, и теперь я прощаюсь с боксом», приводит слова Карине Ластампа. Такие вот новости, дорогие друзья. Что ж тут говорить? Думайте сами, решайте сами. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете на самом деле. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новых промашек Олимпийских игр в Париже. А также не забывайте ставить лайк этому видео, чтобы участвовать в его распространении. Спасибо за просмотр и всего хорошего.